Особое мнение на 101FM И начнем с единого дня голосования, который проходил в Кировской области, в Кирове непосредственно и с результатов выборов в Кировскую городскую думу. Для вас результаты этих выборов, они больше стали сюрпризом или были более-менее предсказуемы? Ну, скорее предсказуемы, чем сюрпризы. Я во время нашей последней встречи летом, еще задолго до выборов, говорил о таком важном факторе, как узнаваемость кандидата. С победителем по одному округу ситуация не столь однозначная была, потому что все-таки все знают Василия Куприяновича, ныне покойного, а не его родственников. Но, тем не менее, фамилия это известная. Ну, в какой-то мере, да, действительно, магия фамилии сыграла свою роль. Действительно. Действительно, понятно, лично я не следил внимательно за перипетиями борьбы в этом округе, но итоговый результат победителя, причем и в том, и в другом округе, и хороший, в принципе, отрыв, свидетельствует о том, что, видимо, эти два кандидата не просто почивали на лаврах, используя как раз свою более или менее узнаваемость, по примеру, фамилии, сколько, точнее, в том числе и вели действительно избирательную кампанию. Вот, поэтому тут вот эти два фактора, собственно, своя собственная активность плюс вот этот какой-то барьер узнаваемости, они и дали позитивный результат. Ну, вот смотрите, эти выборы выиграли два кандидата от одной партии. Соответственно, Единая Россия оба этих округа проиграла. Вот я таких ситуаций, когда Единая Россия уступала 100% мандатов в представительный или в законодательный орган, я таких ситуаций в Кирове не помню. Вот они у нас, это произошло почему? Потому что эти выборы не такие важны, Единой России было не до этого, или, я не знаю, спустили на тормоза все. Почему так произошло? Ну, я думаю, самый подробный ответ может дать кто-то из представителей Кировского регионального отделения. Вот, а как это выглядит со стороны? Ну, на мой взгляд, действительно, для Единой России эти два округа были не сверхпринципиальны. Это первое. Потому что все равно, ну, было у них 20 мест из 34, осталось 20 из 36. То есть все равно большинство, ну, не скажу, что такое сверхпрочное, но все-таки солидное. Ну, я так понимаю, что это такое плавающее большинство, потому что в Единой России есть депутаты, которые могут голосовать в разрез с мнением партии. Да, ну, все равно и в этом, все равно общая ситуация не сильно поменялась, да, потому что, ну, да, справедливая Россия укрепила свои позиции, но все равно оппозиция, она разобщена. Да. Сильный вопрос, где-то сможет она договориться между собой, даже если в рядах Единой России будет несогласие. То есть вы считаете, что даже несмотря на то, что кандидатов, депутатов оппозиционных стало больше, по сути, оппозицию это не укрепит, и расклад сил в Думе, получается, это не изменит. Вот потому что она разобщена, оппозиция. Ну, вот тут, опять же, у нас фактор «если». Если найдут, скажем так, способ договариваться между собой, координировать свои действия, тогда, возможно, изменение диспозиции. Если не найдут, ну, значит, будет так, как было и до этого. Поэтому я склонен пока ко второму варианту. Угу. Для Единой России, как вы считаете, такие результаты на выборах, вернее, для секретаря Единой России Владимира Быкова, какие-то по партийной линии возможны последствия? Ну, опять же, это всего лишь два округа на муниципальном уровне, пусть и в областном центре. Поэтому я не думаю, что именно это станет поводом для каких-то оргвыводов или перестановок кадровых с точки зрения Москвы. Ну, и тем более, что у господина Быкова сейчас проблем немножко по другой линии хватает. Всем известно дело с Парком Победы, где он, скажем так, фигурирует, наверное, чаще, чем ему бы хотелось. Ну, то есть, если мы допускаем мысль, что Владимир Васильевич был куратором этих выборов, да, от своей партии, то получается, что он просто ими не занимался, потому что ему было не до этого? Возможно, и так. Ну, смотрите, у нас на прошлой неделе был депутат Кировской городской думы Николай Барсуков. Он вообще выдвинул такое мнение, что выборы по одномандатным округам для партии власти вообще это не так... И вообще для любой партии это вообще не такая важная история, как выборы по партийным спискам, потому что именно партийные списки влияют на рейтинг партии. Вот вы с такой точки зрения согласны? Скорее нет. Да, я, по-моему, опять же, в нашу последнюю встречу говорил о том, что мажоритарный элемент в избирательной системе, то есть как раз одномандатная округа, а они традиционно играют на руку сильную партию. Вот читая в нашем контексте Единой России. Если посмотреть, опять же, выбор именно по партийным спискам Единой России по нашему региону за последние, там, минимум лет 10, то мы увидим, что сопоставляя общефедеральные их результаты, результаты по некоторым другим более благополучным регионам, результаты именно по партийным спискам не блестящие. То есть Единая Россия, особенно по ЗАГС-собранию, она выезжала именно за счет одномандатников. Вот поэтому одномандатники для них действительно важны. Другое дело, что, ну да, процент по партийным спискам – это тоже важный показатель, по которому можно и нужно оценивать деятельность партии или ее регионального деления. Поэтому, ну, скажем так, тут 50 на 50, но все-таки я бы не стал так уничижительно относиться именно к результатам в округах. Давайте к другим кандидатам перейдем. На этих выборах участвовал кандидат от КПРФ Николай Морозов. Он достаточно молодой человек, ему 23 года. Он участвовал на выборах впервые и показал, на мой взгляд, очень неплохой результат. Он набрал 588 голосов. Упомянутый уже нами Николай Барсуков сказал, что эти голоса принес ему, скорее всего, и вероятнее всего, бренд КПРФ. Но если мы посмотрим на второго кандидата от КПРФ Анастасию Горбушину, которая в другом округе выдвигалась, она набрала голосов вдвое меньше. Угу, 327. Да. При этом Николай Морозов, он, по-моему, был первым и единственным кандидатом, который вел интернет-агитацию и оплачивал ее со счета избирательного. Так вот у меня вопрос. Если эти голоса принес ему интернет, то можем ли мы сказать, что, наконец-то, мы научились приводить пользователей социальных сетей на избирательные участки и превращать их в реальных избирателей? Ну, я думаю, начало обнадеживающее. Обнадеживающее, но тут пока еще, естественно, рано говорить о какой-то устойчивой тенденции. Вот. Но что касается такого локального успеха Николая Морозова, тут все-таки, думаю, нужно говорить о двух факторах. Да, с одной стороны, да. Вы считаете, это успех? Локальный успех. Ну, знаете, учитывая, что молодой человек, по-моему, 95-го года рождения, 23 года ему, да, занимает, получается, третье место, ну, с относительно приличным показателем по процентовке, и на некоторых участках даже, по-моему, второе место. То есть человек явился неоткуда, можно сказать, да, вот никакого публичного бэкграунда не имел, демонстрирует относительно неплохой результат. Это локальный успех. Вот, как бы, подчеркну, именно с прилагателем надо использовать слово «успех». Локальный успех. Вот. Отчасти, действительно, это бренд партии, но, с другой стороны, действительно, вот такое современное технологическое решение, очевидно, помогло достичь вот этого локального успеха. Да, тут могу пояснить даже свою мысль. Понятно, что чаще у нас пользователи активные, пользователи соцсетей, которых политическая реклама может зацепить, это тоже люди молодые, да. Все равно общая масса – это до 45 лет, если говорить, ну, допустим, о ВКонтакте, то даже до 35 лет. Ну, и принято считать, что они не голосуют. Принято считать, что они голосуют. Понятно, тут сложно будет провести какой-то социологический анализ вот этих 588 человек. Но выскажу такую гипотезу, что как раз именно благодаря этой технологии Морозов сумел мобилизовать вот этот молодежный электорат, в котором, не буду говорить, что это доминирующая тенденция, но есть такая вещь, как некая такая ностальгия по советскому периоду. Ностальгия, наверное, слово тут не совсем правильно, потому что эти ребятки времена СССР просто не застали физически. Тот же Морозов, 95-го года рождения. Думаю, значительная часть из этих 588 человек тоже. Дмитрий, я вынуждена вас прерывать. Давайте мы сейчас уйдем на перерыв небольшой, вернемся и продолжим с этой же темой. Это, я напоминаю, особое мнение политолога Дмитрия Ильина. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию, продолжаем программу «Особое мнение». Его сегодня высказывает политолог Дмитрий Ильин. Мы разговаривали про успех Николая Морозова на этих выборах. Помог ли ему в этом интернет? Дмитрий, продолжайте, пожалуйста. Вот, так вот, я бы сказал, это такая постностальгия. С термином можно спорить, да, но, опять же, есть, возникает во многом спонтанно, во многом под влиянием какой-то литературы, СМИ, интернет-ресурсов. Вот у такого молодого поколения вот такая постностальгия по советской эпохе. Сами они не видели, вот. Но если на молодого человека воздействуют соответствующие информационные источники, где, ну, я утрирую, да, не просто там есть сталинские репрессии, там, нарушение прав и свободы человека и прочее, прочее, то есть, некие негативные моменты, где акцентируется внимание на каком-то позитиве той эпохи, да, там, мороженое по сколько-то копеек, там, Гагарин в космосе, Великая Победа и так далее. Вот. То у них возникает вот некая такая постностальгия, я бы назвал, и, ну, соответственно, на кого они могут посмотреть из политических сил в этом плане. Ну, вот, видимо, на КПРФ. Хотя, опять же, мое субъективное мнение... Хотя, мне кажется, ситуация странная, да, молодежь КПРФ. Да. В общем, мое субъективное мнение, что вот КПРФ давно плачет ребрендинг. Да, вот, потому что, на самом деле, если брать и идеологию, и всю их политическую практику по советской эпохе, ну, они такие же коммунисты, как я, китаец. Вот, там, не знаю, социалисты, социал-демократы, тут можно поиграться с альтернативами, но по ним плачет ребрендинг. Вот, но, возможно, возможно, тут надо будет посмотреть дальнейшие тенденции, возможно, вот этот, на мой взгляд, уже устаревший бренд, ну, что никакого отношения к коммунизму, к коммунистической идеологии уже не имеющий, может быть, он дальше будет цеплять, в том числе и с помощью современных технологий, уже более молодое поколение. Вполне, вполне возможно. Про ребрендинг мы поговорим с вами потом, я задам вопрос, он у меня заготовлен уже, а сейчас я хочу вас спросить про явку. Она в этом году была в полтора раза больше, чем на аналогичных выборах прошлого года, 11,6% после 7,6%, по-моему. С чем, на ваш взгляд, это связано? И почему она выросла? Ну, хотел бы обратить внимание на то, что все равно, такая, прогресс, конечно, налицо, но прогресс невелик, да, то есть мы вместо до неприличия низкой явки получили просто низкую явку в этом году, поэтому, думаю, это не повод, там, литавры, да, трубы, фанфары и тому подобное. А праздновать пока нечего, откровенно говоря, вот, но за счет чего выросла. Опять же, тут выборка не такая уж большая, да, в том году было два округа, в этом году два округа, если говорить о Кировской городской думе, вот, ну, думаю, тут повлиял, в первую очередь, и региональный, и вообще российский контекст. У нас вообще год такой интересный, насыщенный, как ни странно, даже лето получилось такое событийное, насыщенное, да, если брать общероссийскую повестку, это московские протесты. По Мосгордуме, еще, что было с ними связано, если брать региональную, то это история с Мородыкова. Транспортная реформа, вы считаете, она не накалила общество? Потому что произошло все это как раз вот накануне дня голосования, в августе, в конце августа. В том числе, я думаю, она тоже повлияла. В том числе и повлияла. Тут, понятно, я бы сказал, так вот эта история, она не успела приобрести какой-то откровенно политический контекст, на мой взгляд, потому что, ну, думаю, вовремя пошли власти на попятную, на самом деле. Да, потому что тема оказалась горячей, чем они рассчитывали, видимо, и решили не накалять ситуацию, потому что, действительно, на мой взгляд, там много с проектом, который был предложен, было много всего очень спорного, как минимум, и непродуманного. Это тоже сыграло роль. Вот смотрите, вы коснулись сейчас как раз-таки московских протестов. Есть данные статистики, которые говорят, что в этом году митинг 10 августа, он побил рекорд митинга на Болотной площади 2012 года. Я немножко предлагаю вернуться назад в 2005 год. Тогда были, тоже по России прокатилась волна протестов, так называемые марши несогласных. Люди тогда протестовали против монетизации льгот. Так вот, митинги 2005 года, они считаются крупнейшими с начала 90-х годов. Давайте вот зафиксируем, значит, пятый год, митинги, которые там били все рекорды вообще в новейшей истории России. Спустя семь лет, 2012 год, Болотная площадь бьет рекорд 2005 года. Спустя еще семь лет, митинги в Москве, пропозиционные, тоже бьют рекорд 2005 года. Вот эти семь лет, это такой порог, когда заканчивается у людей терпение, или это ситуация, которая искусственно расшатывается под какие-то более-менее крупные выборы? Ну, скорее второе. И почему у нее такая цикличность? Ну, думаю, вот именно сама цифра семь, это получилось во многом случайно. Ну, вот из-за того, что вы озвучили, скорее второе. Хотя вот насчет расшатывания, тут сразу следует ставить вопрос, а кто расшатывает? Да, потому что, заметьте... Ну, очевидно, что оппозиционные партии, если это оппозиционные митинги в Москве. Вот. При содействии, кстати говоря, наверное, там властей. Да, с некоторой поправкой. Да, смотрите, уж коли мы начали копать-то глубоко, 2005 год, там уже прошли и выборы 2004-го президентские, и Госдумовские 2003-го года, и как раз там федеральные власти подугадали. И вот с этим временем, когда уже электоральный цикл большой закончился, и вот уже можно делать что-то непопулярное. Вот. Так что расшатывалось это уже после выборов, если хотите. Ну, и справедливости ради, наверное, все-таки первыми сказали мяу тогда именно федеральной власти, да, запустив вот этот 122-й ФЗ непопулярный, где содержались основные положения реформы. Вот. А уже там оппозиция, там те же КПРФ, и же с ними это лишь подхватили. То есть это одна история. История с 2012... Ну, там цикл, по сути, был, да, зима 2011-го, 2012-й год, вот все эти болотно-белоленточные выступления. Вот. Там немного другая история была связана не социально-экономическими преобразованиями, а с тем, что, ну, действительно, переусердствовали с административным ресурсом. На выборах президента, очевидно. Да. Ну, самая-то шумная история, пожалуй, там была все-таки с... Госдумов. ...думовскими выборами, да, вот одни легендарные 146% Самарской области, чего стоят, да, это вообще, по-моему, уже там мем, не мем, ну, притча в языцах. Вот. Это уже другая история. Ну, например, 2019-й год уже немного походит больше на 2012-й, 2011-й год, ну, хотя бы потому, что, ну, как бы отправная точка – это выборы, вот. Но другое дело, что тут все самое вкусное, веселое, интересное, драматичное до выборов, да, то есть все равно, как бы отправная точка у нас – выборы, но сюжет развивается несколько по другим принципам и закономерностям. А не кажется ли вам, что протестность, она растет, если у нас все время, каждые вот такие большие компании, протестная активность бьет рекорд предыдущего? Нет, скорее, скорее я не согласен, да, потому что, по-моему, как раз в самом начале вот этого нашего диалога заметили, что, пожалуй, именно протесты после монетизации льгот были самыми большими. Да, вот мы выносим за скобки там протестную активность 1992-1993 года, когда там вообще все разваливалось, деньги люди не получали, цены росли, не подняла по часам и так далее. Вот, а вот, пожалуй, именно постсоветская Россия уже такой относительно стабильный мирный этап – это вот пик 2005-й, тем более, замечу, все-таки, 2005-й год там митинговала не только Москва, там вся Россия митинговала. Да, потому что даже мы сравниваем вот эта белоленточная зима 2011-2012 годов, да, там тоже было неспокойствие в регионах, там и у нас в Кирове митинговали, и у Спасского стабора, и на театралке, вот. Но масштабы были не те принципиально, да. Там у нас, по-моему, по максимальным сценкам тогда 2-2,5 тысячи на театралке выходило. На самом деле для Кирова это не предел, посчитать, серьезно. Ну, это много, потому что у нас даже там на какие-то важные социальные темы выходит не так много людей. Ну, в 90-е годы выходило, я думаю, еще и побольше, в самые такие драматичные годы. Вот, ну, ладно, тут уже не будем увлекаться, наверное, сравнениями, вот, но все равно могло выйти больше, да, даже тогда. Вот, тут у нас, даже если посчитать, допустим, протестную активность по Мородыково этим летом, ну, там, насколько я помню, максимально было, по самым оптимистичным оценкам, полторы тысячи, а все остальные литинги намного меньше. Да, то есть там еще шел на сотни. Вот, поэтому если вот отталкиваться от этого, то, ну, как бы я вот роста протестной динамики не вижу, не вижу. И тут можно еще сделать такую, как бы, ремарочку, что, на мой взгляд, еще дополнительный фактор – это, как ни странно, развитие интернета. Да, потому что зачастую протестная активность у нас уходит онлайн, да, в… Ну, это такое средство выпустить пар. Да, в сообщество, там, в ЖЖ, там, Телеграм, Контакты и прочее, прочее, прочее. Да, что вот человек может быть действительно обозленный, недовольный, ну, по крайней мере, с работой и заработком, приходит домой к себе, вместо того, чтобы идти на митинг, там, где-нибудь вечером после работы, да, он все, что думает, как бы, рубает правду, да, берет там ноутбук, берет смартфон и, да, вот, так что, вот, как бы, если так и тоже, то, пожалуй, оффлайн протестная активность, как минимум, не растет, по крайней мере, пока, да. Допустим, не знаем дальше, как сложится история по Мородыкову, да, пока… Ну, тенденции перехода из онлайн в оффлайн вы пока тоже не видите. Пока не вижу. Хорошо, давайте дальше перейдем. У нас с вами 4 минуты остается до перерыва, поэтому я предлагаю про выборы, наверное, последнюю тему обсудить, про ребрендинг, который вы уже говорили. За несколько дней до дня голосования глава Центризбиркома Элла Панфилова сказала, как мне кажется, очень интересную фразу, я ее сейчас процитирую, и попрошу вас ответить на вопрос, с чем из этой цитаты вы согласны. Итак, она сказала, выживут сильнейшие, те, которые смогут увлечь людей своей стратегией и идеями. Возможно, сформируется новая сильная партия. У традиционных в ближайшее время возникнут серьезные конкуренты, потому что многие из них застоялись, слабо реагируют на требования общества. Вот считаете ли вы, что, вернее, с чем из этого высказывания Эллы Панфиловой вы согласны? И действительно ли традиционной партии пора списывать со счетов? Ну, я полагаю, тут имеется в виду набор наших парламентских партий, четырех основных. Я думаю, что, по крайней мере, до 2024 года там ничего... Ну, нас же ждет еще 2021 год, выборы в Государственную Думу. И вы сказали, что по КПРФ плачет ребрендинг. Да, плачет ребрендинг, ну, посмотрим. Я думаю, что вот как раз этот отрезочек до 2021 года для них во многом будет определяющим, да, потому что, очевидно, это некогда очень мощная оппозиционно-политическая сила где-то застояла в своем развитии. Да, тут и товарищ Зюганов где-то, пожалуй, должен был уйти пораньше. А должны ли эти лидеры уйти сейчас, вот до этого 2021 года? Сформировать каких-то новых лидеров? На мой взгляд, да. Ну, собственно, попытка была, по сути дела, предпринята перед президентскими выборами, когда новая фигура была вместо Зюганова. Вот. И я бы не сказал, что эта попытка уж настолько неудачная, да. И тут, по-моему, такой показатель, какой прессинг обрушился на нового кандидата КПРФ, только он начал свою активную, действительно, избирательную кампанию. Да. Понятно, ему, самому, думаю, было не весело от того, что, по сути дела, у него пытались отобрать бизнес. Вот. Но, с другой стороны, так поставить себя на его место, это можно было бы оценить как некий скрытый комплимент от власти. Что если идет некий прессинг, если идет некая травля, вот, то, значит, его воспринимают как соперника, серьезного соперника, опасного соперника. Ну, вот вы говорите, они, ну, наверное, поменяют лидеров. А поменяют ли в реальности? Потому что уже много лет мы видим, что во главе традиционных парламентских партий находятся одни и те же люди. Вот реально готовы ли они оставить свои посты? Я полагаю, что чем раньше они осознают необходимость кадрового обновления, тем лучше для них самих. Вот. И, по идее, начинать им нужно чем быстрее, тем лучше. Вот, чтобы успеть что-то продвинуть, раскрутить новых лидеров до 2021 года. Понятно. Дмитрий, у нас реклама, мы сейчас прервемся на короткий перерыв. У нас сегодня в программе «Особое мнение» политолог Дмитрий Ильин. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в эфир программы «Особое мнение». Его сегодня высказывает политолог Дмитрий Ильин. Мы до этого обсуждали единый день голосования. Сейчас предлагаю обсудить прямую линию главы региона Игоря Васильева. Он ее провел в этой студии 13 сентября в пятницу. Подводил итоги двух лет работы. И общался со слушателями. Чуть ранее до Игоря Васильева в нашей студии был депутат, экс-депутат ЗАГС «Обрание» Дмитрия Русских. Он сказал, что вот эти два года работы Игоря Васильева для него характеризуются словом «тишина». Мол, тихо, спокойно, стабильно. Вот вы с этим утверждением согласны? Да, согласен. Ну, понятно, что абсолютную тишину создать невозможно. У нас регион большой, проблемный. События этого года с Мородыкова, с транспортной реформой это только подтверждают. Ну, замечу, что вот если брать общие тенденции, то действительно как-то вот тихой сапой новая команда во главе с губернатором пришла, утвердилась и спокойно, тихо гнёт свою линию. А стабильность – это хорошо? Пейджа, смотря какая стабильность и смотря что было до этой стабильности. Понятно, что вот после потрясений 2016 года, когда все помнят, что было, и кого там в ресторане с поличным брали. Вы сегодня такими намёками всё время говорите. Я думаю, что наши слушатели догадаются. Да, кто знает, тот знает. После всех этих треволнений, перипетий, я думаю, вот это спокойное развитие – это скорее хорошо, нежели плохо, без каких-то крупных скандалов и потрясений. Хотя понятно, что там хватало и кадровых перестановок, многочисленных достаточно. Но тем не менее, без скандалов, каких-то громких коррупционных дел – это хорошо. С другой стороны, опять же, обращаем внимание на контекст. Экономике Кировской области крайне желательно, нужен некий рывок. Экономический, технологический, но рывок. Потому что губернаторы меняются. 30 лет прошло, грубо говоря, реформ, так округляя. Сменилась уже почти полдюжины губернаторов. Но Кировская область как была, так и остаётся, откровенно говоря, депрессивным дотационным регионом. То есть мы в таком болоте. Понятно, что всё относительно, и есть куча регионов Российской Федерации, где ситуация с уровнем жизни населения, с какими-то макроэкономическими показателями ещё хуже. То есть мы не самое плохое болото. Но болото. Ну, такое слегка сушеное, но болото. Соответственно, нам нужен прорыв, нам нужен рывок. За счёт каких-то новых инновационных проектов, развития технологий, науки, интеграции этих новых технологий, науки производства. Вот это нам нужно. Хочется это увидеть и увидеть побыстрее. Ну, определённые подвижки тут, конечно, есть, но вот именно рывка я пока не вижу. Хорошо, стабильно, по-деловому, скажем так, вот рывка пока нет. Я не знаю, он вообще был ли запланирован, допустим, вот на эту пятилетку Игоря Владимировича. Может быть, ещё и нет. Может быть, где-то вот там в сером доме считают, что, скажем так, ресурсов ещё нет, условий ещё нет. Поэтому, знаете, наша стабильность, наша тишина, действительно, я согласен тут с русских, она имеет вот как бы такие неоднозначную оценку, да, и плюс, и минус. Уж лучше такая тишина, чем постоянные разборки и скандалы, но при этом вот кроме этой тишины хочется вот чего-то такого динамичного и позитивного, именно позитивного. Вы сказали рывок. Рывок, как я понимаю, это, наверное, реформы, какие-то изменения. Просто, например, и той же транспортной реформы. Мне хочется спросить, бывают ли реформы вообще не через надлом, не через трудности, а вот именно такие мягко встреченные реформы, которые, ну, действительно дают такой толчок вперёд? Я думаю, опыт, весь российский опыт, начиная минимум с Петра Первого, а может быть, даже если брать их глубже, там, со времён Ивана Грозного, эта реформа, это постоянно именно надлом и какой-то конфликт. Но вопрос, насколько этот надлом и конфликт будет драматичным, и если брать предыдущие пути... Ну, как бы, и что на чаще весов перевесит, наверное, да, всё-таки там плюсы от этой реформы, или наша там сегодняшняя привычка к стабильности, к тому, как жить по-старому. В том числе, да. Ну, вот если мы уже упоминали транспортную реформу, да, по-хорошему показательная история, что, а, нужно понимать вообще, для чего нужна эта реформа, чего мы хотим достичь. А, б, что конкретно нужно сделать. В, как это нужно сделать. В этой транспортной реформе этого не было. Но вы не увидели. Ну, скажем так, вот по заветам покойного Чернобырдина, хотели как лучше, получилось как всегда. Понятно, что некоторые посылки, допустим, связанные с запуском путепроводов, чистые пруды, ну, как бы, создавали условия, когда напрашивалось какие-то изменения, чтобы, допустим, пустить новые маршруты по этому путепроводу вот именно туда, ну, или продлить имеющиеся. Окей, хорошо, такая уже мини-реформа. Да, но при этом вот то, что, по крайней мере, я увидел, что было представлено публике, думаю, тут многие со мной согласятся, ну, вызывало, как минимум, вопросы. Как минимум, вопросы. Да, потому что, ладно, хорошо там постулировалось закрытие каких-то второстепенных, малопопулярных маршрутов. Да, ну, когда я видел, допустим, в перечне этих маршрутов, там, первый автобус, 14-й автобус, который, допустим... Восемьдесят седьмой, который я узнал «Вязково». Восемьдесят седьмой, тем более, что называется, такой автобус жизни для многих. Да, девятый, семидесятый, ну, множество автобусов. Семидесятый, да, тут список можно продолжить, да, кто чем пользуется. Вот, когда они едут в утренний или вечерний час пик, и там люди, как сели в бочке, идут отменить и чем-то там, наверное, заменить. Ну, минимум вопросы, да? Минимум вопросы, да? Ну, что, как бы, какие-то изменения, получается, напрашивались в маршрутной сети. Как это было предложено сделать, вызывает, опять же, вопросы. А как власть должна была поступить в этой ситуации? Нужно ли было, во-первых, выносить сырую реформу на обсуждение? И, во-вторых, что они должны были сделать, чтобы минимизировать вот этот вот негатив со стороны общества? Ну, собственно, тут ответ в вашем вопросе и заключается. Думаю, для начала не нужно было выносить сырую реформу. Потому что вот именно это прилагательно и напрашивается, что сырая, недодуманная. Хотели, как лучше, получилось то, что получилось. Если бы она была более продуманная, там бы, возможно, было организовать какое-то, действительно, надеюсь, конструктивное обсуждение. Что в итоге получилось? Собственно, поднялась волна недовольства, в том числе и онлайн. И в итоге, собственно, обсуждение как такового, которое постулировалось, не получилось. Что свернули. Потому что, видимо, поняли, что конструктива не получится. И от греха подальше лавочку прикрыли. Хотя понятно, что, допустим, упомянутые у меня коррективы, хотя бы имеющиеся маршруты, в связи с изменением в дорожной схеме, но все равно они, думаю, будут рано или поздно, но они должны быть. Дмитрий, у нас остается две минуты. Я предлагаю последний вопрос вам задать. Про стабильность уже упомянутую Игоря Васильева. Значит, я нашла мнение руководителя, генерального директора Всероссийского центра исследования общественного мнения в ЦИОМ Валерия Федорова. Он его буквально на днях назвучил. Так вот, он буквально сказал, что ценность стабильности у людей отошла на второй план. И стабильность – это не то, за что они сейчас хотят бороться, из-за того, что вот пять лет падения реальных доходов происходило на протяжении всего времени. И он называет эту стабильность негативной. Вот вы с ним согласны в чем-то? Ну, я думаю, то, что я говорил чуть раньше по поводу ситуации в регионе, примерно то же самое коллега сказал. Ну, то есть это такой общефедеральный тренд? Да, да. Потому что стабильность стабильности рознь. Все равно нужно смотреть на контекст этой стабильности. И действительно, этой стабильности у нас почти 20 лет, названной имением действующего президента, если хотите. Просто это было как раз то, чем наша власть гордилась? Стабильность не может длиться бесконечно. Другой вопрос, что ее сменяет? Какое-то поступательно-динамическое развитие, кризис, революция, какие-то потрясения. То есть хочется надеяться, что все-таки вот эта стабильность, которая действительно у многих уже набила оскомину, будет меняться на какое-то динамичное развитие, какие-то рывки. Ну, то есть вы согласны с тем, что тренд на перемены, он превышает, вернее, желание перемен превышает вот это вот желание стабильности? Я думаю, сейчас они где-то примерно в таком пограничном состоянии, когда они примерно уравновешивают друг друга, но, возможно, как раз тренд на перемены очень скоро победит. Сейчас вот они где-то, у них ничья, я бы сказал так. Но, возможно, победа будет за трендом перемен. Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний разговор. Наша программа подходит к концу. Мы, конечно, не успели обсудить огромное количество тем, но время наше неумолимо подходит к концу. Это было особое мнение. Сегодня его гостем был политолог, доцент кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета Дмитрий Ильин. Дмитрий, спасибо. Пожалуйста. Вам спасибо. Всего доброго, до свидания. Особое мнение на 101FM